Всем привет! Сегодня понедельник и, к сожалению или к счастью, это последний ролик в этом году. Он новостной, я немножечко отдыхаю, видосиков по четвергам нету, я думаю, многие из вас это заметили. Но, конечно же, хочу поздравить вас всех с наступающим Новым Годом и давайте загадаем желание, чтобы ресел или хотя бы цены на кроссовки в России, которые вы хотите взять для себя, стали нормальнее. На реселле росли, а в магазинах падали. Я думаю, это адекватное желание для всех людей, которые как бы и перепродают, и не перепродают. Много чего произошло и итоги года я подводить не стал, искать лучшие пары тоже не стал, но я думаю, вы и так все понимаете. Вроде бы сейчас как-то странная обстановочка. Думаю, в следующем году нас ожидает много чего интересного и каких-либо изменений в мире моды. Ну а сегодня я взял самые интересные новости. К сожалению, они зачастую звучат так. Официальные фотографии или первый взгляд. Ну и все релизы, соответственно, уже в следующем году, потому что от этого года осталось всего 5 дней. Но, надеюсь, тебе будет также интересно. Ты поставишь большой жирный лайк под этим выпуском новостей, чтобы поздравить меня таким образом с Новым Годом. Ну а я не буду долго задерживаться и так затягиваю, начинаю наш выпуск новостей. Погнали! А начнем этот выпуск с детального взгляда на пару Union Air Jordan 2 в расцветке Grey Fog. Я думаю, что многих уже могли достать эти новости, но Jordan 2 будут владеть следующим годом. Это как бы уже бесповоротно и отрицать бесполезно. Посмотрим, как это будет развиваться и кому еще на коллаборации их отдадут. Но они выглядят вполне достойно. В апреле релиз Polaroid Nike SB Dunk Low. Фотографии на ногах появились и, конечно же, какая-никакая ассоциация с Pride-флагом идет. Не удивлюсь, если их дропнут ближе к июню. Официальные фотографии Nike SB Dunk High Pro ISA в расцветке Kentucky. Симпатичные синие и белые подкрадули. Ну вот прям вообще, ну норм и норм. 9 апреля Air Jordan 1 High OG в расцветке Heritage. И мне кажется, Swoosh можно было бы сделать и черным. Я, конечно, так себе дизайнера докапываться люблю до всего, но красный Swoosh как-то... как-то не очень. На июль запланирован релиз Air Jordan 1 High OG Grey White. Да, как вы понимаете, следующий год будет весь в Джорданах. Просто весь. Потому что в августе 2022 года также запланирован релиз Air Jordan 1, но теперь хотя бы с приставочкой Low OG в расцветке UNC. Ладно, здесь еще хоть как-то одобряем. В ближайшие недели состоится релиз Nike Dunk Low в расцветке Vintage Na'Vi. И вот тут вот мне дико нравится. Обычная простая желтая подошва, но сколько всего она решила. С белой подошвой мне не понравилось бы. Ну, по крайней мере, я бы не обратил на них внимания. А вот здесь вот такого винтажика навалили и выглядит отлично. Но, к сожалению, те же самые Nike Dunk High Vintage Black, High только версия, которые запланированы на ближайшее время, ну никак не затащились этой желтой подошвой. Напишите, пожалуйста, в комментариях, согласны вы со мной или нет. Возможно, я что-то придумываю, но... ну, немножечко не то здесь. Желтая подошва странно. В сеть просочились фотографии, возможно, возможно, будущих Adidas Easy 4 Amrunner V2. Но я думаю, что это либо останется сэмплом, либо Канни вообще никакого просто отношения к этому не имеет. Ждем дальнейшего развития событий. Вот так вот просто вбросили на неделики, а нам теперь сиди и думай. Официальные фотографии Nike Dunk Low Barbershop. Честная история их не поняла, почему все о них пишут, но рассказать, я думаю, стоит. Опубликовали официальные фотографии Stussy Nike Air Force One Mid, одну из расцветок. И напишите, пожалуйста, что вы думаете про них. Мне кажется, ну, если будет хороший сток, то они хорошенечко присядут на полки магазинов. Как это было вот с другой летней парой. Фотографии Union Nike Dunk Low Light Blue на ногах. Ну и, конечно же, фотографии Travis Scott Air Jordan 1 Low Reverse Moka на ногах. Да, моча. Детальный взгляд на пару. Акроним Nike Blazer Low в расцветке Night Maroon. Мне интересно, вот если есть возможность где-то зацепиться этим куском ткани, то прям целый лоскуток оторвется? Или как это будет выглядеть? В общем-то, они меня заинтересовали. Я думаю, на это и был расчет. Первый взгляд на пару Jaunt и Babestar. Чисто форсики за нормальную такую котлетку, которой будет тяжело выцепить. Но от этого люди их и захотят. Официальные фотографии Air Jordan 3 Muslin или Müslin. В общем, вот такие вот. Мне кажется, ничего в них такого интересного нету, но релиз состоится 26 марта. На ближайшие месяцы планируется релиз Nike Dunk Low Years of Tiger. Да, год тигра. Наконец-таки реально красивые данки. На официальные фотографии Air Jordan 1 Low китайский Новый год. Лимит всего будет 5000 пар. Одни из тех кроссовок, которые дают хоть какой-то плюс. Но которые не достанешь. В 2022 году ожидается релиз новых Nike Blazer Mead Jumbo в расцветке Voodoo. Видимо, как куколка. Ну, неплохо выглядит. Первый взгляд на Easy Boost 350 V2 Onyx. Никакого актива под этим постом в моих социальных сетях нету. Потому что Easy, к сожалению, с ценой там, напомните мне, 21 или 23 тысячи сейчас. Ну, это все. И официальные фотографии Nike Dunk Low Court Purple. Фотографии Nike Dunk Low в расцветке Argon на ногах. И задерживаться здесь вообще не стоит, сколько данков можно выпускать. Первый взгляд на Nike Dunk Low в расцветке Green Paisley и Blue Paisley. Ну и, кстати, если что, появилось еще и Black Paisley. Видимо, они хотят сделать все цвета. Первый взгляд. Nike SB Dunk Low. Господи, сколько я могу это повторять. Saint Patrick Day. Релиз запланирован на март 22 года. Я уже даже просто устал. Nike Dunk Low. Nike Dunk Low. Зацените новый New Balance 990 V3 Daytona, который сделал Ронни Файк для своего магазина Кит. Информации о релизе, к сожалению, нет. Фотографии Easy Boost 350 V2 Dazzlin Blue на ногах. И никто не знает, как к ним относиться. Но бог с ним. Потому что как относиться к тому, что, возможно, в феврале состоится релиз Easy Boost 350 V2 Compact. Или как это читается? C-M-P-C-T. Господи, я не знаю. Расцветка, в общем-то, Slate Red. Да. И что нам с этим делать? Easy Boost 700 V2. В расцветке Static. Да-да-да. Возможно, кто-то их холдит. А возможно, кто-то не может их слеть. Они должны рестокнуться в следующем году. Вот такие вот новости неожиданные. Ну и, конечно же, нечто подобное с названием Easy Slide. Расцветкой MX должно дропнуться также в 2022 году. Официальные фотографии Nike Air Max One Golf Tiger. Но мне понравилось то, что здесь вот нет странной подошвы с шипами. Которая обычно у Golf Par. Обычная. То есть, по городу вы, скорее всего, ее можете потаскать. Ну и на весну 2022 года запланирован релиз новых Balenciaga Defender. Пока опубликованы лишь фотографии. И кроссовки настолько странные, что лично мне они понравились. Релиз. Неизвестно когда. Неизвестно какая цена. Но будем с вами ждать. Ну это были все новости на сегодня. Надеюсь, ролик тебе понравился. Еще раз. С наступающим Новым Годом. Желаю то, что все твои любимые пары или одежда, которую ты загадал и хочешь купить, конечно же, появятся у тебя в следующем году. А возможно, прям под елкой ты найдешь их в ближайшие парочку дней. Это будет еще приятнее. Ну а это было все. Спасибо тебе за просмотр. Пиши, какая пара в этом году была для тебя самая лучшая, самый интересный релиз. Ну а я отвечу в закрепленном комментарии. Спасибо тебе за просмотр. Пока.